В живописном месте Толюбийского района, под ножью гор, собрались любители экстремального отдыха, участники джип-триала. И еще больше, и это несмотря на почти полсотни километров от города, приехало зрителей. А посмотреть было на что. Тяжелые заводские джипы от самых разных мировых производителей и машины переделки, доведенные до ума руками автокулибины. Как, например, этот, герой советского автопрома, ГАЗ-69. К слову, прошлый сезон для этого экипажа был весьма удачным. Машина 1956 года выпуска, доработанная умельцами, стала победителем прошлогоднего триала. Ну а это, пожалуй, самый дорогой участник этого триала – Гелендваген. В общем, разброс марок и мощностей большой, а значит и соревнования обещают быть захватывающими. А тем временем зрители занимают удобные для просмотра места. Стоит отметить, что на это захватывающее зрение еще приезжает посмотреть целыми семьями. С каждым годом активных болельщиков становится все больше. Судья обязан зафиксировать время финиша экипажа до секунд в момент прохождения задних колес. Экипажи получили необходимые инструкции, познакомились с трассой и вот – первые участники уже готовы выйти на старт. Первый этап является официально открытым. Трасса изобилует такими препятствиями, на которые со стороны смотреть страшно, не то, что проехать. Но участники оптимистично заявляют, что они лишь на мгновение задерживаются там, где другие навечно застревают. Джип-триал – это одна из зрелищных дисциплин в автомобильном спорте. Старт, прохождение секций, финиш. Все происходит на небольшой территории перед глазами зрителей, объективами видеокамер и фотоаппаратов. При звуках моторов и преодолении полосы препятствий адреналин в крови закипал не только у участников, но и очевидцев этого действия. Даже у самых юных. Все, финишная прямая. Я в первый раз приехала на соревнования. Мне очень все понравилось. Особенно я сильно болела за Геленваген. Это моя любимая марка машины. И вообще, когда он ездил, я чувствовала такой драйв, адреналин прям. Я хотела бегать, прыгать, просто танцевать, кричать, хлопать, свистеть. Но я это не умею делать. Но я хотела сильно. Желаем также участнику удачи. Давайте аплодисментами поддержим его. К слову, мощность Геленвагена позволила легко справиться экипажу с препятствиями на трассе. И они ее преодолели довольно быстро, несмотря на сложность. Ну, жалко, жалко машину. Ну, сейчас по нынешним ценам машина, это не сказать, потому что она дорогая. Ну, как она тебе показала? Показала отлично, не подвела пока. Показал свое мастерство на трассе самый, пожалуй, необычный экипаж из Тараза, где за рулем находился самый возрастной участник джип-триала. А штурманом был его внук. Кстати, опытному водителю, который прошел экстрим-трассы многих стран, исполнилось 65 лет. А в советское время он являлся призером чемпионата по мотокроссу. Что вы чувствуете в момент прохождения трассы? Нехватку двигателя. Двигатель не хватает мне, когда я еду, понимаете? Вам бы какой хотелось мотор? 5,7 двигателя. 5,7 литров. А сегодня вот такой был спорт, как бы вам сказать, только в машине сидеть. Этот спорт можно менять, красивее создать что-то, чтобы там в грязь залез, не выехал, и лебедками вытаскивать. Это тоже один из интересов зрителям. Создается спорт, чтобы люди покрасовались. Ну, что же, у нас идеология, она должна расти, поднимать все это, чтобы у нас было все. И на конях, и на машинах, и на самолетах, и на всем. И тогда народу будет приятно. В Шимкенте джип-триал набирает всю большую популярность. Здесь никого не волнует твоя территориальная принадлежность, цвет кожи и национальность. Главное – это любовь к автомобилю, к скорости и продуманному экстриму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!